Теперь я хочу вам напомнить, что такое галактика. Слово слышали все. Я хочу вот так вот представить образ. Представьте себе, что у нас есть такой космический корабль с фантастическими свойствами. Мы на нем можем жить сколь угодно долго. Вот выбрали направление, загнали, все полетели. Вот Солнце сразу же куда-то там уйдет назад. Мы будем видеть звезды впереди, они тоже будут уходить назад, появляться новые. И вот мы будем двигаться, двигаться с большой скоростью через эти звезды. Даже если будет скорость света, там мы можем двигаться, предположим, сотни тысяч лет. И все, мы будем встречать новые и новые россыпи звезд. Но со временем они будут попадаться все реже, реже и реже. И через какое-то время мы вообще вылетим в беззвездное пространство. Вокруг нас звезд не будет никаких. Зато, обернувшись назад, мы увидим все звезды, которые покинули. Это, конечно, что они образуют гигантский, такой светящийся звездный остров. Вот этот звездный остров называется наша галактика. Это не значит, что наша галактика там уже одна единственная и других звездных и нет. Там на больших расстояниях есть другие такие же галактики. И их очень много. Мы их исследуем с Земли. Но вот наша галактика – это наш дом, наша страна верная, наш звездный остров. И Солнце – одна из многочисленных звезд этой галактики. Мы находимся вблизи диска нашей галактики. Она достаточно плоская. И вот этот вот диск виден как полоска Млечного Пути. И он представляет, как по небу он идет, как по большому кругу. То есть он состоит из звезд. Это Млечный Пути хорошо видно, особенно на Южном Неве. Но главное, чтобы это было вдалеке от городских огней, потому что яркость его все-таки не очень большая. А вот эти вот темные вкрапления – это следы полупрозрачные или совсем непрозрачные материи. Это газовые облака, которые поглощают свет, потому что в них есть пыль. Вещество достаточно запыленное, и поэтому просто закрывает свет более далеким звездам. Вот мы находимся в нашей галактике, далеко не в самом центре. Я просто сейчас вам покажу. В таком тип нашей галактики – это спиральная. Диагноз Рогиска около 100 тысяч световых лет. Я напомню, что световой год – это то расстояние, которое свет проходит за год, имея скорость 300 тысяч километров за секунду. Так что свет может сотни тысяч лет двигаться по нашей галактике. В полной массовых пределах больше, чем 10 в 11 в степени нас Солнце. 10 в 11 – это 100 миллиардов. Наше Солнце находится, ну, вообще-то говоря, так, провинциально, в периферийном, довольно-таки наполеонном районе, на расстоянии около 25 тысяч световых лет от центра нашей галактики. Здесь мы далеко не центральную позицию занимаем. Теперь масштабы. Вот опять-таки, у всех хорошо, удобно масштабировать. Если взять такую линейку и сделать карту, на которой расстояние от Земли до Солнца было бы равно 1 сантиметру, то в этом масштабе размер галактики был бы такой большой, что на Земле бы она не поместилась. Хотя Солнечная система уместилась бы на поверхности обеденного стола. До далеких планет. А вот для галактики пришлось бы уходить за пределы Земли, и у нас же было уже расстояние, сопоставимое с расстоянием от Земли до Луны. Вот галактика была бы примерно такой. Вот. Когда-то Луны 400 тысяч километров. То есть масштабы здесь фантастически большие. И Солнце, конечно, затерялось среди большого количества других звезд. Но наш адрес галактики, в общем, достаточно хорошо известен. Вот. Мы знаем, галактика наша спиральная. Мы находимся между мощными спиральными рукавами. Это фотография соседней галактики. Это не наша. Мы не можем сфотографировать нашу галактику извне. Но это похожая система. Вот. И вот схема нашей галактики, она достаточно скучно выглядит. Но, тем не менее, вот тот, кто здесь видит, это латинские названия созвездий, по имени которых надвана спиральная рукава нашей галактики. А вот Солнечная система, она здесь вот стрелочкой показана, вот в этой точке. Написано вот по-английски. Our solar system. Вот. Так что мы находимся вблизи одной из ветвей, но не самой главной ветвей нашей галактики. И расстояние авиацентра очень большое. Но, тем не менее, у нас достаточно много соседей. Хотя, конечно, вы понимаете, какие расстояния отделяют звезды. Если вот в том масштабе, который мы мерили с самого начала, расстояние до ближайшей звезды было тысячу километров. Вот. Для других звезды еще значительно дальше. Вот. Ну вот, здесь ситуация такая возникает, когда похоже на ту задачу, когда требуется нарисовать план города с крыши какого-нибудь дома. Это очень сложное дело, потому что мы не знаем. Трудно определить нам. Надо знать, какой дом на таком расстоянии находится. Улицы-то не видны. Надо в большой взяты посмотреть. И вот, скажем, вот Москва с космоса, как она выглядит. Это реально снимка. Здесь видны все эти, все улицы хорошо. Вот. Так вот, то же самое. Мы не можем построить точный план нашей галактики, находясь в ее плоскости. Поэтому, на самом деле, как я и показывал вам схему, она достаточно условна. И мы не знаем точно, как выглядит структура нашей галактики, если посмотреть на нее со стороны. Только можем примерно сказать, какие там права, где начинаются, где окончаются. Вот, как выглядит наша галактика. Это не со стороны, это снимок сделан с Земли. Но снимок очищен от поглощения. Здесь сняты все близкие звезды. Вот то, что вы видите, это фактически диск нашей галактики. Это подлинный снимок. Ну вот, из-за того, что мы видим, мы находимся с ребра, вблизи ребра, в плоскости диска, вот мы, к сожалению, структуру различить точно не можем. Из чего состоит галактика? Вот я вам сейчас пересислю основные составляющие. Прежде всего, это звезды. Потом компактные объекты. Это очень сильно сжатые звезды. Или объекты другой природы. Так называемые черные дыры. Лейтеронные звезды. Ну, это не звезды, но это объекты, которые связаны с эволюцией звезд. Дальше уже газ. Газ в трех формах. Атомарный газ, молекулярный газ и ионизованный газ. Ионизованный – это газ, у которого ватно фотором электроны. При большой температуре. Дальше, что еще есть? Пыль. Это самая пыль, которая делает отдельные области галактики непрозрачными. Темная материя, природа которой не очень хорошо понятна, но она чувствуется по гравитационному полю. И плюс различные типы излучения. Потоки заряженных частиц, которые простреливают нашу галактику с одного конца на другого. Это космические лучи, электромагнитное, нейтринное излучение звезд. Вот все то, что входит в состав галактики. Ничего лишнего. Но, конечно, основная масса галактики, которую мы наблюдаем, это все-таки звезды. Вот как выглядят самые массивные образования в нашей галактике. Они называются шаровые звездные скопления. Задерживают до миллиона звезд. Вот большая часть этих звезд, или существенная часть этих звезд, это как раз те самые красные гиганты, раздувшиеся звезды, которые уже находятся на поздней стадии своей жизни. Ну вот такие шаровые скопления имеют очень большой возраст. Они образовались еще тогда, когда Солнца и в помине не было. Я уж не говорю про нашу Землю. Вот таких шаровых скоплений в нашей галактике несколько сотен. Ну вот, совсем другое дело, скопления вот такого более рассеянного. Они называются рассеянные или открытые скопления. Вот, в них меньше звезд, но они сравнительно молодые. Есть даже скопления, которые рождаются сейчас, прямо на наших глазах. Происходит в них рождение новых поколений звезд. Вот, например, одно из таких скоплений. Ну, звезды это плеяльные, они хорошо видны не вооруженным глазом. Но это, конечно, снимок, сделанный с помощью телескопа. Вот это вот скопление имеет возраст в 100 миллионов лет. Для нас 100 миллионов лет, это кажется, такая очень большая, большой возраст. Но на самом деле, скажем, Солнцу 5 миллиардов лет. Поэтому, если представить, по аналогии, возраст Солнца, представить возрастом 50-летнего человека, то 100 миллионов лет, по сравнению с Солнцем, это будет возраст только один год. Вот это действительно молодые скопления, в одном из таких скоплений, когда торопилось в наше Солнце. Вот. Но важно другое. Почему звезды не разлетятся во все стороны? Что их удерживать вместе? Потому что звезды, ведь они не стоят на месте, они движутся. Но звезды, характерная скорость, с которой звезды движутся вокруг центра галактики, это где-то 200-250 километров в секунду. Вот. И наше Солнце имеет такую скорость. И мы вместе с ним несемся в галактике с такой скоростью. Вот. И все это продолжается, вся эта круговерность продолжается миллиарды лет. Почему с такой скоростью, обладая такой скоростью, звезды не разлетятся по всем направлениям. Они действительно движутся по-разному, я помню. Значит, дело очень просто. Звезды притягивают друг друга. И вот их суммарное гравитационное поле и удерживает вместе. Скорость излета большая, даже далеко от центра. Но гравитационное поле оказалось с одним звездом, еще недостаточно для удержания их. Поэтому это была бы очень серьезная проблема. Потому что, если сложить массу всех звезд, то все равно будет недостаточно, чтобы края галактики не разлетелись. А это, может быть, и было высказано предположение, которое потом подтвердилось, что кроме звезд и газа, есть еще темная материя. Ну, их разное предположение и в природе, но я не буду тут удаваться в тонкости, потому что толком это еще и в природе не установлено. Но это, я говорю, это темная материя, приходится очень большая мощность. И вместе с массой звезд, тогда вы установите достаточно гравитационной силы, чтобы галактики не рассыпались. Поэтому современное представление о галактиках такое, что есть галактика, как мы видим, и есть гигантская такая сфера из темной материи, которая своим гравитационным полем удерживает звезды и газогалактики вместе. И образовываются они вместе. Галактики все очень старые. Рождались они миллиарды лет назад. Ну вот, что самое важное, мы говорим, что галактики окружены массивным темным уголоком, но природа его, как я уже говорил, она очень активно сейчас все эти гипотезы обсуждаются в научной литературе. Ставятся, делаются попытки найти те гипотетические частицы, из которых состоит эта темная материя. Но пока еще изо всех лабораторий, которые занимаются поиском этих частиц, только одна лаборатория находится глубоко под землей в Талии, лаборатория Гранд-Сако, там руководители лаборатории говорят, что они нашли следы частиц темной материи. Но американцы этому не очень верят, они сейчас стараются поискать сами такие частицы, поэтому вопрос сейчас очень такой острый стоит в науке и очень активно обсуждается в научных статьях. Что же представляет собой межзвездная среда? Межзвездная среда, она пронизывается жесткой радиацией, космические лучи, протоны, электроны высоких метров. Через любую поверхность, площадью квадратный метр, по всем направлениям, в межзвездной среде, в любой точке, в произвольной точке между звездами, пролетает несколько сотен тысяч частиц каждую секунду. То есть между звездами, вообще говоря, находиться опасно, это жесткая радиация. Но мы пока не находимся между звездами, потому что наша Солнечная система защищена магнитным полем Солнечного ветра, наша Земля защищена магнитным полем нашей планеты, а также атмосферы, и поэтому все это создает благоприятные условия для того, чтобы мы с вами могли существовать. А вот сама поселение в межзвездной среде, на фотографиях, прежде всего, видно брожение светящегося газа, и вот темные поликулярные облака, непрозрачные, которые выглядят как такие темные полоски или вкрапления. Если взять куб, каждая сторона которого тысячи километров, то внутри этого куба, в среднем, в межзвездной среде, будет находиться всего один грант вещества. Вот такая низкая плотность межзвездной среды. И несмотря на это, именно межзвездная среда рождает звезды, когда эта отрезанная среда собирается, и плотность ее взрослая. Ну, в общем, я могу только сказать, что сама пыль межзвездная, пылинки в межзвездной среде, они мельче, чем песок. Ну, довольно существенно меньше. Наиболее крупные межзвездные пылинки в 10-ти меньше, чем обычные песчинки. Но их очень много. Но мы видим отдельные на небе пятна, которые выглядят вообще как клякса. Как будто бы это, знаете, на что похоже? Вот дырку в небе. Как будто бы мы сквозь это небо видим какой-то другой мир. На самом деле это непрозрачные молекулярные облака. И вот в инфракрасном свете они немного прозрачны. И сквозь них просвечивают звезды. Вот это в инфракрасном свете. Но в принципе это молекулярный газ, из которого рождаются новые поколения звезд. Иногда вот такие туманности видны очень хорошо, когда звезда уже недавно родилась, и подсвечивает это темное вещество. Ну, темное вещество это пыль. Вот, например, какая-то туманность, которая имеет такое красивое название. Туманность-призрак. Не знаю, похоже на призрак или нет. Вот. Вот туманность-колдун. Можете здесь поискать очертания колдуна с остроугольной шапкой на голове. А вот туманность-ведьма. Не знаю, тут фантазия хорошо. Она должна работать, чтобы увидеть что-то похожее на ведьму. Я, например, что-то не вижу. Но если так приглядеться, то можно потрясовать слегка гудетью. Вот. Но это тоже. Это светящийся газ плюс темная пыль. Вот. Туманность-карандаш. Очень красивая. Это тоже такие... Вот это все подлинные фотографии. Хотя цвета, они, конечно, искусственно контрастированы. Потому что телескоп таких цветов вы никогда не увидите. Это цифровое, цифровые изображения. Ну, в общем, туманность-конская голова. И как она видна в видеом свете, и как она видна в ультро-красном свете. Она вот, пыль начинает светиться. Там, где она была темной, она становится светящейся. Потому что пыль имеет температуру, хотя и низкую, где-то минус 250-240 градусов по Сельсию. Но все-таки не ноль абсолютно. И поэтому она светится, это чисто тепловое излучение. И мощь современной техники достигнута таких высот, что даже позволяет слабое излучение от такой холодной пыли улавливать и прекрасно строить красивые картинки. Ну, вот, например, инфракрасная фотография облаков. Это облака никакого отношения к земным облакам не имеют. Это облака межзвездной среды, где светится пыль. Вот космический аппарат Планка. Например, он целую карту позволил построить всего неба в инфракрасной области спектра. Здесь есть и млечный путь, который вот такой полоской идет по экватору. Это как бы проекция отражена, все, весь небосвод, все 360 градусов. И соседние галактики, а в середине центр нашей галактики. Ну, про него можно отдельно сказать. Вот этот я покажу туманности Ориона, созвездия Ориона. Кто знает звездное небо, справа найдет характерную конфигурацию звезд. А вот красивая туманность Ориона. Это тоже газ, который светится под действием ультрафиолетового излучения звезд. Еще одна красивая туманность называется розетка. Там в центре молодые звезды, они своим излучением разогнали этот газ и путь. Поэтому получается как бы бублик с пустотой в центре. Вот эта вот область звезды образуется в виде северной короны. Вообще-то, говоря, это тоже, в общем, таких фотографий можно привести очень много. Я просто хотел бы, я показываю вам, чтобы вы полюбовались, насколько красивые объекты наблюдаются в глубинных космосах. Как правило, об этом люди даже не догадываются. Вот туманность Медузы, например. Туманность Гантели. Туманность вокруг звезды, это Калина, которая скоро должна взорваться, как сверхновая звезда. Ну, скоро, как вот скоро. Ну, возможно, что это будет в следующий пятницу. Ну, может быть, через сто лет, может быть, через тысячу лет. Мы не умеем угадывать так. Ну, где-то в ближайшие тысячи лет там взрыв вспыхнуть. А вот остаток уже вспыхнувшей звезды. Она взорвалась в XI веке. Наблюдалась на Земле. Взрыв этой звезды наблюдался. Это расширяющаяся туманность. Называется Крабельная туманность. Она все время расширяется. И вот сейчас, в данный момент, каждую секунду ее размер становится на две тысячи километров больше. Каждую секунду. Так что лет через 15 можно будет заметить, что она стала чуть-чуть потратована вверх. Она очень далеко находится, поэтому это не так заметно, это скорое расширение. Это уже остаток более древней взрыва звезды, звезды Лебедя. Это остаток тоже в рентгеновском диапазоне звезды, которая взорвалась в звезде Кососопеи около 300 лет назад. Но я еще раз повторяю, что такие звезды, как наше Солнце, не взрываются. Поэтому для жизни планеты можно быть спокойным. Ну и еще мне осталось немножко сказать вам про центр нашей галактики. Вот эта центральная область Влечного Пути, там находится ядро галактики. Таинственное ядро, закрытое от нас полосой пылью. Вот, а что там в центре ядра, какие интересные предположения делались до тех пор, пока мы не исследовали эту область. Говорим, вот вы можете в популярных книжках пройтись, что там в центре галактики находится черная дыра. И это все правильно, только люди не понимают, что это такое. И боятся, думают, что это что-то такое невообразимо страшное. Но на самом деле, там действительно, черный раз, масса 4 миллиона, масса Солнца. Но никаких звезд она не кушает, и никакие звезды на нее не падают. Поэтому, может быть, она совершенно ведет себя абсолютно спокойно. Но вот что интересно, вот в инфрагазном свете можно было увидеть, как звезды движутся около черной дыры. Они как бы вращаются, но вращаются вокруг пустого места. Вот мы не видим того тела, вокруг которого происходит это вращение. Вот можно немножко сделать поближе этот кадр. Можно видеть, как звезды, у них есть скорость до 1000 км в секунду, очень быстрая. Вот кресень, это то место, где черная дыра находится. Она невидима. Но она как раз и то гравитационное поле создает, которое заставляет звезды вокруг ее двигаться. Вот так была открыта черная дыра в начале галактики. А вот в гамма-лучах видны два больших пузыря, которые поднимаются над ядром. Природные до сих пор не очень понятны. Считается, что это раньше наше ядро было очень активно. Выбрасывали большие подорки энергии. Сейчас мы говорим спокойно. Но вот гамма-лучение, которое при этом возникло, продолжает приходить к нам. И вот мы видим такую симметричную картинку в области очень жестких гамма-лучений. Ну, другие галактики, ближайшая к нам туманности Андромеды, она к нам сейчас более-менее медленно приближается. Но через миллиарды лет произойдет такое столкновение. Эти галактики, наши и туманности Андромеды, это не катастрофическое явление, потому что никаких звезд при этом не столкнется. Но форма галактики изменится до неузнаваемости. Вот по расчету будет, когда они будут уже совсем в соприкасации входить одна в другую, личный путь будет совершенно не похож на современный, будет примерно вот такой. А потом они сольются и образуют единую систему. Но это будет где-то через 6 миллиардов лет. Я хотела просто еще раз обратить наше внимание на то, что все-таки мы вот такие гигантские расстояния познаем, находясь на маленькой-маленькой планете. И когда американский космический аппарат Твоиджер улетел далеко за пределы орбит больших планет, американский астрофизик Карл Саган предложил развернуть аппарат так, чтобы он сфотографировал Землю. С очень большого расстояния. С расстояния в миллиарды километров. И вот что получилось. Вот эта полоска, это просто солнечный свет, потому что Земля видна в стороне Солнца. Видите ли вы здесь Землю? Вот она. Вот, вот эта вот точечка. Вот она. Вот это наша Земля. Вот это подлинная фотография Земли с большого расстояния. И вот вид этой фотографии вдохновил Карла Сагана на такое, на очень короткое видение, такое напутствие. Он сейчас уже умер, но его строчки очень живы, живы до сих пор. Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Наша планета – лишь одинокая пылинка, окружающая космическую тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намека на то, что кто-то придет к нам на помощь, чтобы спасти нас от нашего же невежества. Мне кажется, эта отстраненная картина нашего крошечного мира подчеркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг с другом, хранить или леять бледно-голубую точку наш единственную долг. Карл Саган. Карл Саган. Карл Саган.